Всем привет! С вами Вова Ломов и теплица социальных технологий. Возвращаемся к теме плагинов для WordPress и сегодня поговорим о распределении прав и ролей внутри этой CMS. Как вы знаете, внутри WordPress есть распределение ролей. Ну то есть можно назначить разным пользователям разные права. Их там не так много, все основные потребности они покрывают, но случается, что вашему проекту нужны пользователи с уникальными правами и тонкой настройкой их рабочего пространства. В таких случаях можно установить плагин Мемберс. Пока я это говорил, он, кстати, как раз установился и активировался практически сам. Заходим во вкладку Мемберс и в роли. Мы видим, что он подгрузил роли из WordPress весь тот небогатый выбор, который есть у нас в данный момент. И также мы видим, сколько пользователей имеют данную роль и сколько у роли открыто прав. Нажмем редактировать автора и что может делать автор. Ну в принципе может он не так много. Создавать, редактировать и удалять свои посты. Нам этого недостаточно. Предположим, что нам нужен пользователь, который сможет редактировать чужие записи, добавлять теги, создавать посты. Поэтому мы возвращаемся на вкладку роли и клонируем автора, но не просто клонируем, а назовем его автор Катюша и дадим ей больше прав. Тут надо оговориться, что помимо разрешить, есть еще запретить. А по логике, если галочка разрешить не стоит, то это и так запрещено. Покажу вам скриншот от разработчиков и поясню. В правах, которые мы даем, есть иерархия. Например, есть суперправа редактировать посты, а есть права ниже ранга опубликовать посты и редактировать продукты. Если мы выберем редактировать посты, то он разрешит соответственно и публиковать посты и редактировать продукты. И вот если нам вдруг нужно, чтобы пользователь мог редактировать посты, но не опубликовать их, нам нельзя оставлять это поле пустым, а нужно поставить галочку запретить. Кстати, для WordPress имя пишем на латинице, а то он ругается. Отлично, мы создали права, теперь нам нужен пользователь, которому мы эти права дадим. Нажимаем у автора Катюши пользователи, попадаем на страничку и вверху нажимаем добавить нового пользователя. Да, кстати, вы наверное обратили внимание, что когда мы добавляли пользователя, то можно было поставить на этого пользователя несколько ролей. Получаются какие-то ролевые игры. Сейчас покажу, где это можно отключить. Проходим в настройки. А да, и сразу оговорюсь, чтобы не забыть, нажимаем admin access и у автора Катюши ставим галочку, а то она не сможет попасть в админку. Возвращаемся к ролям. Здесь нужно убрать галочку, если мы не хотим много ролей для одного пользователя. Есть еще одна интересная функция в настройках — сделать сайт с ограниченным доступом. Если мы ставим эту галочку, то заходя на сайт, нас автоматически просят залогиниться. Ставим и переходим на сайт. Вот просит логин и пароль. Зайдем под юзером. Он имеет права автор. Заходим в записи и видим, что наш юзер чужие записи может только просматривать. А теперь зайдем от имени Катюша. Выходила на берег она. Также заходим в записи. Мы ей дали право редактировать чужие записи и, как видите, она это может. Хорошо, выходим и возвращаемся обратно к плагину. У нас тут есть еще вкладка adddonia. Я ее разбирать не буду, сами ее посмотрите. Там есть несколько дополнений, которые открывают дополнительные права и дополнительные функции настройки и иерархии ролей. Просто в принципе про adddonia нужно делать отдельное видео. Ну и следующая вкладка — это платный контент. Нас платный контент не интересует. И последнее о нас. В нашем случае — о игре. Ну что, отличный, мне кажется, плагин. Для сайта, над которым работает больше трех человек, может быть полезным. Для сайтов с десятью авторизованными пользователями админки незаменим. Все любите друг друга, раздавайте права, пусть хотя бы в WordPress они будут у людей. Подписывайтесь на наш канал, оставляйте вопросы в комментариях к этому видео и пишите нам о том, что еще вы хотели бы узнать у Теплицы социальных технологий. Субтитры сделал DimaTorzok